Корейская конфедерация профсоюзов. Крупнейшее в стране объединение трудящихся объявило 3 июля всеобщую забастовку с требованием отставки правительства Юнсу Гёля. Забастовка продлится до 15 июня. В летний период профсоюзы традиционно проводят различные акции, но на этот раз ожидается более жесткий протест, связанный с ухудшением отношений профсоюзов, с властями на фоне правительственных реформ в области труда. О начале забастовки объявил на пресс-конференции перед зданием администрации президента председатель Корейской конфедерации профсоюзов Ян Гён Су. Он напомнил, что с приходом к власти администрации Юн Су Гёля ужесточилось давление на трудовые круги, ухудшились условия жизни населения, нависла угроза над демократией. Профсоюзы требуют повысить минимальную заработную плату и усилить политическое влияние трудящихся в преддверии предстоящей в 2024 году парламентских выборов. Ожидается, что в забастовке примут участие около половины из 1 миллиона 200 тысяч членов конфедерации. Коллективные действия не должны вызвать особых неудобств для жителей страны, поскольку участие каждой отрасли в забастовке будет ограничено одним или максимум двумя днями. В частности, профсоюз компании Hyundai Motor будет бастовать 12 июля вместе с Каэйским профсоюзом металлургов. А профсоюз медработников объявил бессрочную забастовку, которая начнется 13 июля. Продолжение следует...